Здравствуйте, вы смотрите Седьмой канал. В студии Алена Мальцева сейчас о последних событиях в стране и мире к этому часу. Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже осенью. Об этом сказал исполнительный директор Transparency International Украина Ярослав Юрчишин. Для этого нужно принять соответствующие законы. Способствовать этому обещали министр юстиции и президент. Ожидается, что этот суд будет заниматься делами, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины и предоставлять его детективам все необходимые процессуальные разрешения. С августа на украинской таможне введут обязательную фото и видеофиксацию осмотра грузов. Такое постановление принял Кабинет министров. Глава правительства Владимир Гройсман отметил, необходимо, чтобы во время этого процесса таможенник был не один, а в документах нужно указывать, какой транспорт и какой товар были зафиксированы. Премьер-министр уверен, это нововведение сделает работу таможенной службы прозрачнее. Во Франции ввели режим стихийного бедствия. Это сделали в 16 департаментах из-за наводнений. Сейчас режим касается почти 780 коммун. Власть рассматривает обращение еще 215. Введение такого режима даст пострадавшим возможность быстрее получить компенсацию от страховых компаний. Напомню, большая вода унесла жизни пяти человек в этой стране и в соседней Германии. Страховые выплаты только во Франции могут достичь 2 миллиардов евро. На Земле не осталось мест, на которые не повлияло бы развитие человечества. К такому выводу пришла международная группа ученых. Исследователи говорят, человек начал менять окружающий мир еще 200 тысяч лет назад. Одним из самых ярких проявлений этого стало существенное сокращение мегафауны 50-100 тысяч лет назад. Позже огромную роль сыграло развитие сельского хозяйства. Оно стало причиной беспрецедентного и длительного влияния на распределение животных и растений. Причем это не всегда имело негативные последствия. Численность одомашненных животных значительно выросла. Ученые говорят, их выводы помогут в борьбе с экологическими угрозами современности. Саундтреки к фильму «Звездные войны. Пробуждение силы» зазвучали по-новому. Все благодаря мастеру голограммы Тристану Дюку. Композиции выйдут на футуристической пластинке в стиле космической саги. Как это будет выглядеть, смотрите далее. Футуристические виниловые пластинки представили в студиях «Эбби Руд» в Лондоне. При проигрывании над ними порят знаменитые космические корабли из киноэпопеи. Это и си-дистребители Галактической империи, и дом Хана Соло, космический корабль «Тысячелетний сокол». «Мы обсуждали самые разные дизайны, и в процессе стало понятно, что мы хотим сделать какие-то космические корабли. Мы поняли, что на чёрном виниле, который создаёт ощущение глубокого космоса, они будут выглядеть просто грандиозно». Голограмма парит на пластинке на 80 сантиметров. Такого эффекта удалось добиться благодаря добавлению в винил микроотражателей. Изображение можно увидеть, только если направить свет на пластинку с близкого расстояния. Создатель Голограмм говорит, когда люди слышат это слово, то сразу вспоминают эпизод из фильма «Звёздные войны. Новая надежда». В нём принцесса Лея передала призыв о помощи, записав его в виде голограммы. «Звёздные войны – это то, что сделало голограмму обиходным словом. Когда я говорю людям, что создаю голограммы, то большинство сразу спрашивает, это как принцесса Лея? Для меня, как создателя Голограмм, большая честь отдать дань уважения этой картине». В продажу виниловые пластинки ручной работы поступят 17 июня. Они будут стоить 50 и больше долларов. Это были все новости на данный момент. Больше информации в 19 часов. Оставайтесь с нами. До встречи в эфире.